Девушки отдыхают 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 ПАДОЛЖЕНИЕ ВИЗГОВЕГА АВАРИЯ АВАРИЯ! 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 Стоп! 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 Дорогие друзья, вы бачите, какой массовый психоз сейчас был в зале, потому что молодежная группа, потому что любимая группа. Пацаны, если продвинутые пацаны в молодежной музыке, я хотел взять вам сюрприз, показать мастерство начинающей диджейки, диджей грубой нашей, грубой, грудочей, чёрт! Ну не смогла, ну знаешь, ну не смогла, ладно, вот такое. Вы мне скажите вообще, кто придумал назвать вас АВАРИЯ, и почему АВАРИЯ? Я понимаю, что вопрос, конечно, не очень оригинальный, да я спрашивала, но всё-таки интересно. Ну, это было очень давно. И неправда. Ну не так уж давно, конечно. Мы учились в студии, проводили там дискотеки, и однажды на одной из дискотек, и самая первая была дискотека, у нас всё, конечно же, сломалось. Угощайтесь, потому что тут сожжут всё. Яблочко. А, яблочко. Ей когда бетон остался. То есть в самый кульминационный момент всё рухнуло, всё взорвалось, и дабы успокоить публику, мы назвали дискотека АВАРИЯ. А чё взорвалось? Не успокойтесь, тут АВАРИЯ, всё нормально. Усилители? Да? Усилители, колонки. Ну, советская аппаратура была. А, ну понятно. Электроника, да? Да, всё выключилось. Ага. Все засвистели, закричали. Так. Мы сказали, ША, стоп, это дискотека АВАРИЯ. Ага. Так и появились на свет. Ну, после всего проще было, там очередная дискотека, всё выключается, Коль выходит, говорит, ну-гу, АВАРИЯ здесь. Ну, у нас они такие оригинальные. Ну, удобно. Да. Знаешь, я сразу, когда услышал, думаю, ну, АВАРИЯ ДОЧЬ МЕНТА. Ну, сразу, знаешь? Ну... У нас до сих пор на таможне, там. Да? Ага. АВАРИЯ ДОЧЬ МЕНТА? Ага. Небрачная. Слушай, ну, а ваш вообще четверо, да? Да. Да. А где четвертый ваш гений? Заболел. К нему пришёл парень по имени Гриб и сказал... Не наш какой-то, да? Ты мой, да. Гриб две буквы пыгеры, между прочим, пишут, а не Гриб. Гриб то, гриб то другое. Ну, то такое. Слушай, пацаны, ну, а шо вы вообще слушаете? Какую музыку? Для души или для мозгов? Мы слушаем разные музыки. Или своё? Да. Своё для мозгов, для промывания в основном. В последнее время стук колёс больше. Ой, ненавижу. Шум моторов. Шум моторов. Да. Можно, кстати, песню поднять. Да. Тебе ненавижу. Тебе ненавижу. Да. Парам, парам. Молодцы. Слушай, ну, а це ваша замодит? Антарам. Ну, конечно. Хотя многие обвиняют нас, что это не наше. Ну, а скажи честно. Честно, это наше. Наша? Наша. Ну, наше. Наша. Ну, чем она написана очень давно, лет десять назад? Чувствуюсь. Ну, вот это вот. Именно эта мелодия, именно эта мелодия. Да, вот это вот. Чё-то я думала, что фирменная. А? А. Я ж тоже продвинутая. А чем наше хуже фирменного? Слушай, пацаны, а вообще, как сейчас с гастролями? Хорошо. Только не брешить. СМЕХ Сегодня у вас завтра в другом городе. Сегодня здесь, завтра там. Вот. Ездим. Ну, как цыгане у него. Да. Ну, такие вот. Цыгане продвинутые. Слушай, а как отличить продвинутого пацана от непродвинутого? СМЕХ Да, это серьёзно. СМЕХ 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 Ничего, ничего. Да у меня вылетается чё-то зуб. СМЕХ Чёрт, а? Очень я даже знаю, чё там вылетают. Яблоко вылетают. Не, я уж испугался, что зубы вылетают. СМЕХ 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 Даже не знаю, как ответить на этот вопрос. Ну, подумай, это интересно просто. СМЕХ Чем должен отличаться пацан, чтобы быть продвинутым? СМЕХ 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 Ну, пацаном просто оставаться. СМЕХ 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 Хорошая фраза. СМЕХ Поэт-песенник, Арыжов, которого гриб скосил. СМЕХ Арыжов? Он же Арыжов. Он же Рыжов А. Ага. Вот так можно так. Короче, парень в очках. Так. С демонической улыбкой, злобной. Злой, да? Небритый. Он небритый. Слушай, да. Вам это продюсеры, наверное, запрещают какие-то вещи, да? Или так. Или так. Вы должны быть неженатые, потому что девочки не будут вас любить, Не, ну нас же не набирали, как мальчиков с улицы. Мы же сами, сами с усами. Да. У нас же нету такого, да? Мы сами себе продюсеры. Мы со школы захотели стать группой, и вот мы и стали. Серьезно. А вот я не понимаю ничего в диджействе. Серьезно. Значит, она репетировала. Но ей не нужно. Во-первых, не, понимаешь, она хотела поработать немножко в новом амплуа. Говорит, все понятно, все одни и те же песни, одинаковый ритм. Понятно. Мы сделали такие граммофоны. Покажи. Вот, сделали пластинку «Аленький цветочек». Классная, кстати, штучка. Нормальная, да? Там. Откликнись, это чудовище, Наша. Чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Что? Интересно, можно такие вещи делать. Вы не пробовали еще брать у кого-то какие-то вещи и делать ремиксы? Да. Да, ремиксы. Вот последняя мысль, знаешь, какая у нас? Коля был в Санкт-Петербурге. Чую я, мы все вместе. Да, но мы все вместе были в Санкт-Петербурге, имеется в виду. Коля пришла умная дворная. Но его осенило. Да. Осеняет всегда его. Были на «Авроре», вот, и выторговывали там, хотел сказать, бейсболку «Аврорская». Ну, без козырку «Аврора», вот, у матросиков там они служат. Деньги им нужны. Николай решил сделать ремикс на крейсер «Аврора». Могучая песня такая, помнишь? Что тебе снять? Паху тоже писал. Ой, Шаинский. Хороший человек написал. Веселый дядь. Да. Слушай, а ты не скажи, что там я слышал? Ну, конечно, я тоже не знаю, но боюсь соврать, как говорят, в Москве. На самом деле надо сюда быть. На самом деле надо сказать. На самом деле. Да. Скажи, что там произошло с тряпи с Турбицким? Что там хотели пацаны из Беларуси вам, извините за вороня, фейсы набыть? Было такое? Нет. Нет? Они нам об этом не говорили. Нет, не было. Не было. Не было такого. Расскажи к нам. Да нет. Нам пишут письма. Да? Ну, конечно. Пацаны из Беларуси? Нет. Мы же другие пацаны. Я говорю, как, набыл, или нет? Из-за чего? Что не поделили? Да нет, на студии Советского просила сделать ремиксы. Мы сделали ремиксы. А... Плати белым, я тебя не скоро позабуду. А потом появился, ты кинула. И что? Не знаю. Но нам он ничего не говорил. И мальчики нам тоже ничего не говорили. Вроде они сами не обижались. Ну, а мне другая информация, мальчик. Что он не очень на вас пообижался. То ли им музыка не понравилась, то ли он не подумал, что вы сплагетировали. Наоборот, мы образ, так сказать, героя песни, певца. Мы вас высели. Какой-то белорусский партизан. Это же серьезная вещь. Это же серьезная вещь, я партизан, белорусский. Скажи мне, но ты понимаешь, вся проблема в том, что можно, чтобы не было таких скандалов, писать свою? Ну, мы же свою пишем тоже. Конечно. Одевать диски уже, наверное, есть, да? Где у вас? Есть. А, ну да. А, есть. Сейчас подарим. Ну, покажи. А не покажу. А не верю. Да там, вот там. Костя, вот куда вы, мальчик? Верунчик, мы тебе что принесли? А, ну. Ну, я тебе говорю. А что думаешь, отгадай? С трех раз? Нет, с одного. С одного? А, с трех, там три. Пластинку. Ну, да, да. Так, угадал, а что? На, держи пластинку. Давай, тогда. Сколько тебе? Столько. Вот столько. До неба. У меня такие. Сколько принесли, столько давай. У нас столько столько. О, пацаны, спасибо. А что еще принесли? А, ну, пока, ну. Ну, ну. Образы, образы сразу. Образы, образы. Глядя на нас, какие образы. Аленький цветочек. Нет. Нет? Не то. Не думай. Ну, давай. Холодно? Нет, там горячок бывает от этого. Там бывает горячок. Ты, 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 ты что-то нанес смотришь? Вин, а тут не останется. Тебе сразу говорю. Вин тут не останется. Да, уже глаз положила, да? Геля, давай, так давай скромнее. А, ну-ка, что ж там такое? Вау! Геля, ты, ну, может, я с таким мамой остановлю, возле, после мамы остановлю первой? На тебе диски. Тебе некуда, чувак. Держи. А что это, пацаны? Огненная вода. Вау! Вау! Ой-ой-ой! Водка! Так, каждому по бутылке, да? Да, лучше. Слушайте, пацаны, пацаны, пацаны. Спи, мой маленький китай. Чистя. Я даже сойти не буду. Сразу как подобрил, а? Я подобрил, а сразу моя доброта прокле... О, слушай, у меня такие вот есть вот пластинки, глянь. Смотри. Это специально, думаю, диджей. Тяжелые воды, да? Дивись, смотри, что это такое. Джаз у меня тут есть, глянь, по три рублящие. Серьезные парни в шубах, смотри. Все это, пацаны такие, это что, продвинутые тоже. Они у тебя были, да, тоже? Вот они какие, продвинутые, в шубах которые. В шубах, я понял. Слушай, а скажи мне, пожалуйста, Василий. Это нормально, так? Ой! За боже, пацаны, боже! Ну, я так... Геля, убери эту самограйку. Убери, убери. Убери, пожалуйста. Это у радиолы. Стилизация под Европу, да? Это стиль у системочки. Ты знаешь, Геля только что сказала, если нам пацаны подарили столько вдохновения, три, да, три бутылки вдохновения, нет, подарить ты им, Геля, своё. О-о-о-о! Там-па-рам-па-дам! Пам-па-рам-па-дам! Пам-па-рам-па-дам! Чайочка! Ну, началось. Гелон, ты давай, наверное, пронеси чайку, а я не знаю, по творчеству поболтаю, а ты понимаешь, тут наводишь на другие мысли, да? Да-да-да. Хорошо. Пацаны, скажи, пожалуйста, чего вы в настоящее время занимаетесь? А мы здесь сидим? Так, интересно. По творчеству? Да. Мы готовим к выходу новый альбом ремиксов, который предположительно будет называться «Авария против». Туда войдут ремиксы на группу «Ляпи Струбиско». Ну, как «Напротив». На группу «Нана», на группу «Мумитроль». «Нана» даже? Даже «Нана». На группу «Блестящие» и на группу «Дискотека Авария». Сами на себя ремиксы. Сами на себя, да. На «Ближе к лету». Мы выпустим... Суперударную песню, которая понравится всем, я думаю. Мы считаем, что это лучше нашей песни пока. Пока. Не скажем. Секрет, да? Да. Съемки клипов. Ну, еще такое, как обычно, бывает у артистов. Да. А что так вводишь? Да, Маш, думаю, где же я диски положил? А я думаю, гель ушла. Так я-то ушла, а идет, понимаешь? Сука, я подсаду, скажи мне, пожалуйста, вам с вами ваша музыка нравится? Или вы относитесь к этому как к хобби? Несерьезно? Местами. Местами. Не, местами. Можно открыть страшную тайну, то, что вы слышите, это было записано несколько лет назад. Да ты шо? Ну, не все. Ну, не все. Ну, не все. Прямо, что-то древняя группа. Ну, конечно. Ну, основная масса, скажем так. 50. Поэтому достаточно устали уже от этих песен. Хочется новых быстрее, все это быстрее выпустить. Все, я думаю, за этот год мы рассчитаемся. Слушай, а вы с кем-то общаетесь там из звездной тусовки? Последний раз мы общались с группой отбитые мошенники. Мы ехали в поезде, кстати. Да, нормально. Ну, и как, чудили? Решили мы поменять прически себе после этого. Это шо? У них сейчас еще волосы остались вообще? А? А теперь ты, мошенники, хватай вам краса, мы не можем вас запомнить с гелем. То оранжевый, то синий, то... В основном синий сейчас почему-то. Мальчики, хватай пить, хватай. Хватай, хватай. Уже мне не передают папе, это вообще, ведь трезвитель уже плачет, да, папа. Пацаны, скажите, пожалуйста, а кто вам нравится с нашей эстрады? Ну, нравится. Людмила Зыкина. Ну? Из новых, да? Из новых, да? Из праздников. Ну, меня симпатизирует группа «Гости из будущего». Хорошая у них музыка, красивая. Нравится диджи-групп. А кто тебе нравится, Олег? Мне? Не скажу. смеяться будете. А, ну скажи, скажи. А, не скажу. Ну, скажи. Шура мне нравится. Ему нравится. Мне нравится, на самом деле. Ну, и Шур, мне тоже нравится. Не, ну, голос у человека есть. Павел Есенин хотел бы выделить этот человек. О, Паша молодец. Паша, я тебе продаю большой привет. Ты всем пацанам нравишься. Супер. Скажи мне, ну, что-то хотел у нас просить. Вот, чей вам нравится Шура? Из-за голоса? Да. Из-за того, что он не похож на тебя. А че же все время его ругают, постоянно говорят, что это куда-то годится. Что-то такое, вообще без зубов, без рук, без ног рисуют. О вкусах не спорят. И тупо. А вот была какая-то мечта сделать на нашу какую-то звезду какой-то ремикс, но это нереально. Нет. У нас уже практически реально сделать на любую песню ремикс. Да? О. Ну, просто мы с этим решили немножко завязать. Да? Решили свое творчество продвигать. Замазать лица-то на ком, да? От побоя. Нет, на самом деле, я говорю, ну, просто. Вот, допустим, Алла Пугачева там спела там «Осторожно, Листопад». Вам захотелось сделать ремикс. А она не хочет, чтобы вы делали ремикс. А вам вот хочется. Вы же не можете пройти против ее воли? Да, я думаю, да. Да? Да? Ну, и не пойдем? Зачем? Ну, не хочет. И не надо, да? Алла Пугачева – это состоявшееся явление. Это уже история, это звезда. Это наша мама, можно даже так сказать. Наша мама? Когда я был ребенком, первый концерт в моей жизни – это был концерт Аллы Борисовны в четыре года. После чего я собрал все свои картонные коробки. И мне очень понравилось играть. На барабанах я пел родителями песни. Ты тоже на барабанах играл? Я тоже играл, а? На коробках играл. Да. С под тартов. Помнишь, с под тартов? С под футбола, хоккей. Барабан был плох, барабан. Матышек, дух. Матышек, дух. Матышек, дух. Скажи мне, пожалуйста, а что тебе нравилось у кого-то, чего эта песня? Какая песня? Да у него много очень хороших песен. Серьезные песни мне у него очень нравятся. Тебе, наверное, нравилось про синхрофозатрон. Тоже ничего. Ой, я не молодцы, слово запомнить. Синхрофозатрон. Он продвинутый, он науку и жизнь читает. А что такое синхрофозатрон? Я до сих пор не знаю. Что такое? Надо у него спросить. А на своем оде спрашиваем, все втроем. Что я не знаю. Ну шо, откуда? Что же такое синхрофозатрон? Какое-то матерное слово. Нам сказать, здесь матом нельзя ругаться. Не-не-не-не-не. Все нравится, правда. Олег, ты давай заканчивай. Дорогие друзья, я представляю конкурс нашей программе впервые. Кто нарисует этот синхрофозатрон и расскажет, что это такое, пожалуйста, пишите нам в наш вагончик. А у нас, я предупреждаю, нас в гостях шикарная группа «Дискотека Авария», которая нам рассказывает о продвинутых явлениях музыки. Пацаны, шо надо для того, шо был голос? Надо не курить, не пить, не есть рыбу, семечки, орехи. А рыбу почему? Не пить горячее, очень горячее нельзя пить. А чо рыбу? И самое главное, не пить перед тем, как будешь петь. Да. Ты понимаешь, я не пойму, но мы наоборот. Ты понимаешь, я только выпью. Да, у нас в России обычно так все и делают. После чего все идут к внеатору и делают все операции страшнейшие. Ах, это свадьба, 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 свадьба. Нет, сегодня я смотрела программу с Магомайевым. Получила массу удовольствия. Я кажется, эту песню не надеюсь. Я ее тоже ненавидела в свое время. А вы ее тоже ненавидите. Мне очень было приятно. Ты плачешь эту песню, да? Ах, это свадьба, свадьба, свадьба пела и плясала. Ну, халат. Хороший танцевальный трек. Мы, между прочим, когда с Елей подрабатывали на свадьбах, вот, мы набыла губная армадка. Что такое? Что такое? Столетняя. Столетняя. А, 100 лет уже, да? Уже запахнул, да? Ну, давай. Древняя. Вот, ну, давайте, за знакомство. Ну, Еля. Ну, я обрадовался. О, а в Милосе уже не скотека. Сейчас ты добываешь пластинки, так, у нас, крошечка-хаврошечка, там, знаешь. Закусончик. Да, пари. Не-не, я сама возьму, пацан, не за мной не переживать, я ее после первого не закусываю. У нас была такая, знаешь, с Елей, такая манечка, моя гриппа летела. Пацан, у вас гриппа не было? Есть один там. Ну, один, который... Вот, покупаешь в аптеке соску. Давай-то выпьем за здоровье. Давай-то выпьем за здоровье, чтобы у вас все было хорошо, чтобы вы писали больше прогрессивной танцевальной музыки. Правильно. Вот. И я прошу сделать небольшое алаверды и пожелать что-нибудь и нам тоже. Алаверды сделаем? Обязательно. Ну, давай же, давай. Я хотел бы выпить за встречу, во-первых. Да. Это знакомство. Ну, мы как бы заочно знакомы. Да, мы заочно знакомы. Так, я вам пожелал, да? Ну, давай-то будем цокаться, да? Давай. Давай. Так, звнеет не будет. О! Зынь-зынь-зынь, зынь, хрусталь. Зынь-зынь. Зынь. Надо было, конечно, разбить ее. Кого? Ну, капельку. Ой, фу. Я пью, да? Слушай. Да ужас вообще. Ужасно, ужасно. Вот невозможно. Лучше молоко, да? Може повторить еще, я не знаю. Не, просто надо распробовать. Пацаны, а у вас есть спонсоры? Спонсоры? Да. Или вы сами себе спонсоры, сами продюсеры. Опять брейшот. Не. Не? Не, на самом деле так оно и есть. И клипы сами за свой счет, да? Мы... Я фокулирую. Да, я понимаю. Идем в банк, берем кредит, снимаем клип, потом отдаем кредит. Так. Снова идем в банк, снимаем клип, отдаем кредит. Западный круг. Причем в банк ходим в черных масках. Да. А зачем отдавать, кажут девочки? Ну, мы же честные люди. А, в этом плане. Вы знаете, я хочу вам сказать, сколько сейчас... То есть, спросите, сколько сейчас твой клип? Может, распорядок. Тебе какой надо? Такой. Такой? На такую кассету? Вот столько. Что-то дешево. Ну, он такой. Он же вот такой. А что вы говорите, я что-то не понимаю. Я не понимаю, что они мне вот покажут. Мы про клипы все болтаем про клип. Вот такая вот. Такой вот. Причем клип дорого они стоят очень. Достаточно. Я не знаю, стоит ли говорить это по телевидению. А ничего, как все знают. Если люди узнают, сколько бедные артисты платят за клипы. Ой, бедные артисты. Ну, можно купить автомобиль. Может быть, даже два, три. Можно даже четыре. Если подумать, то можно пять купить. Да. Если хорошо подумать. А если не новые покупать, то вообще ужас просто. Целый парк получится. Таксопарк можно открыть. Представляешь? Так можно лучше автомобили покупать, чем клипы снимать. А у нас есть автомобиль? А уже есть. А мы и клипы снимаем. А у нас не клипов, не машины. Ну, ничего. Хорошо. Чего-то одно. Второй тест за машину. Давай за машину. У нас проблемы просто. Мы всегда в аварии попадаем. Не надо. Ты не говори такие вещи. Что ты на меня плюешь? Кто там? Кто там? Кто там? Кто это? Олег, не видел? Да, он там летает. Слушай, ты не мазай. А вы знаете, кто ели по гороскопу? Кто? Угадай. Скорпион. Нет, дева. Ну, дева, ты за душу. Там же через чур, нет. Телес. Кто ты по гороскопу сказал? Овин. А это кто? А вы знаете, что такое Овин? Нет. Это что? У нас девочка, она может быть. Коровка? Только маленький молодой. Буренка? Ну, что за буренка? Ну, уже прям, мы уже. О, о, застеснялась. Овин у нас, да? А погоду кто? Бык. Лава, хоть не кабанчик. Теперь все совместилось, понимаешь? Сколько талантов. А вы кто по гороскопу пацаны? Я Скорпион. Весы? Ну, я тоже исты. Серьезно? А какое число? 11. А ты? 26 сентября. А я кто такого? 2 октября. Все осенний. Все, мы весы тут все. А ты кто? Скорпион. Ну, чуть. Ну, рядом. Ошиблась. Ну, ничего. А тут тоже у нас осенний мальчик, который болеет. А кто? А Рыжов. А А Рыжов. Или Рыжов Алла. Или Рыжов. Или А А Рыжов. А. Или А Рыжов. Ельки так любят, знаешь, любая группа Карамельки. А. Знаешь? Угу. Вот, гляньте. Саш, подделываются, подделываются. Я, правда, не знаю, что они поют, но... Елья Карамельки. Обожает Карамельки. Слушайте, а у вас есть какие-то презентации? Что у вас вообще происходит в жизни? Презентации? У вас вообще никто, что так никто не знает. Ага. Мы скрываемся. Потому что у нас нет продюсеров. Надо купить продюсера. Купить продюсера? Скорее, наверное, продюсер покупал. Надо продаться. Конечно. Продай свою душу. Делал. Слушай, а что новенького хорошего сейчас в Москве? Я давно не была просто. Новенького? С музыкальных крутых там что-нибудь новенького появилось? Крутых? Мне же холодно стало. В Москве холодно. Холодно, да. Кирилл и дождь. Так. Ну, тост имеет кто? Конечно, тост от гостей. Пожалуйста, ребятишки. Очередь самого большого человека. Президента Ассоциации рок-н-ролла в России. И бодибилдера. И бодибилдера. Олег Жуков. Я же не понимаю. Вы о чем? Ну, с мухи разлетались. Слушай, а мы с вами. Мы рядом. Олеж, ну говори. Мы всегда рядом. Желаю, чтобы... Все. И все тоже. И вы тоже. Почаще улыбались. О, молодец. А остальное... Купим. Или возьмем. Или возьмем в суду. Да? Да. Так, маленькая лавардин. Я тебе дам меньше улыбаться. Меньше улыбаться, потому что сразу видно интеллект. Интеллект сразу налицо. Пацаны, вам желаю всего хорошего. Давай тоже улыбайтесь почаще. Но поменьше всеми отпетые мошенниками, потому что... Что-то в клипах сейчас. Люблю. Давай. Давай. Что, хочешь в блюдце налить? Я пригублю, потому что я умру сейчас. Ой, дорогая моя СНЕ, вы знаете, сейчас мы будем, наверное, смотреть новую, новую работу танцевальной прогрессивной музыки Искотеки Авария. Новый клип под названием как? Давай. Давай. Авария. Смотрим видеоклип. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Авария любит ритм, и ты внутри весь начинным динамитом. Порох ждёт свои минуты тебе на зло, взорвать его здесь наше ремесло. Этот поздний час, этот добрый саунд, скоро и ты улетаешь к небесам. Головокружение, танцуй со мной, соскай движение. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Как ты всё-таки это делаешь, а? Я хочу вам подарить вот эту тарелочку. Тут написано две тысячи, чтобы ваш концерт хотя бы стоил две тысячи. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну, вы видите же. Брависсимо. Сегодня, конечно, мы посидели и узнали очень-очень много нового о диджейском течении. Что? Сейчас мы, друзья, будем собираться одеваться на дискотеку в ночной клуб. Не скажу, какой я вам сказал, что это реклама. Немножко потанцую на дискотеке «Авария», отдыхнем, оторвемся. Что у вас там будет хорошего? Да все хорошее будет. Песни медленные будут? Все будут в ритме танца. Одна песня медленная? Это вместе с Володей Пресняковым. Но в своем не приехал. Белый танец? Ну да, да. Ой, белый танец. Ну ладно. Я люблю белые танцы. Обожаю белые танцы. Иду сама приглашаю, кого мне задумается. Даже если не хочешь, все равно буду танцевать за штамм. Все такие белые танцы. Вы вообще вживую можете спевать? Да, мы работаем вживем, кстати. Да? Я... А можешь заспеть кусочек? Ну, спеть это трудно назвать так. Мы же рэп читаем в основном. Ну, я бы прочитал. Наши крики. Ну, давай. Давай, а чего? Я помогу, если же. Ну, и ты тоже поможешь. А что я, ты посмотри на себя. А что я? Ты посмотри на себя. И ты скажи еще, ты против таких, как я. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, и все дальше. Вот те и татыры. Ну, там сэмплер. Два гения. Два класса, один коридор образования. Тварищи, вот как работаю. Вария вживую. Не, ну понятно. Конечно, музыка специфическая. И тут, естественно, вживую особо не поработаешь. Понятно. Слушай, скажите, пожалуйста. А вы не пробовали делать народный китоблок? Ну, сделал это Иван Купала или как, да? Нет. Так Иван Купала же сделал. А вам нравится, что сделал Иван Купала? Да, мы очень нравится. Химбрама, Кострома. Не, мне нравится на самом деле. Здорово. Здорово, Кострома. Здоровенько. Вот после вот этой Кострома. Как я заболела полячисть. Хорошая. Хорошая. Ой. Что? Что такое? Хочешь чихнуть? Не хотел чихнуть. Хотел чихнуть, не смог. Слушай, ты скажи, а вы что-нибудь в детстве собирали? Какие-то открытки, артистов, нет? Марки. Марки? Если я серьезно подходил ко всему. У меня каталог там написано. А я пробки пивные собирал. Правда, она недорогая. Пробки пивные. От бутылок? Он пил и собирал. Я не пил, я собирал. Интересно. Пробки, да? Пили родственники взрослые. Пробки? А я собирал пробки, да. Пили? Пробки? Пили пиво, а я пробки собирал. Я думал, какие у тебя родственники пили пробки. А ты же собирал? Ему стыдно сказать. Я собирал солдатиков. Ну там, индейцы, знаешь там. А, индейцы? Живых, дурочка. Только ты живых собираешь солдатиков. Гуманитарку. И игрушечные солдатики. Ну прекрасно. А как вообще родители относятся к вашим дискотекам? Ну ты знаешь, они привыкли, потому что с детских лет мы чем-нибудь где-нибудь занимались. Ну имеется в виду творческая техника. Да. То есть это все плавно переросло, все нормально. Ну такого не было, когда, ой, сегодня мужская профессия, ты должен научиться, должен быть монтажником. Инженером. Инженером, да. Ну да, было, в общем-то. Ну, я учился в институте. Мы все учились в институте. Чему-нибудь и как-нибудь, да. А кто тут по специальности? Я юрист. О, все бумажки составляю в группе. А ты что? Да. Ну, а я недоделанный инженер энергетика. Один год я, короче, уже не пошел просто. Ну, звание лейтенанта получил, подумал, но все, теперь в армию не возьмет. Пока. Сейчас возьмут. Нет. Сейчас? Нет, нет. На сборы, если только. Ну, я бы сходил, мне там нравится. Ну, вы молодец, слушай, и даже нравится. Ну, там хорошо. Да? Тоже, так сказать, о кигинах, да? Нет. Нет? Там зарядка, режим, питание правильное. Правильное питание там, да? Конечно. Там же все высчитывают. Ты что, там целый институт питания. Там это бросают в кашку. Как называется? Да ничего там не бросают. В ром или там? Все нормально. Вот и на что бросают. Но она коллекционирует. Вот дурой. А, ты же лейтенанта собираешься, ты знаешь, что они бросают, да? Ты не бросаешь, потому что ты же не в армии служишь. Или я пришел быть медсестрой. С удовольствием. Конечно, столько парней. Столько парней, да? Если бы такие медсестры были у нас в армии, я думаю, у нас в армии просто бы все рвались. Да. Причем сразу в санчасть. Сразу в санчасть. Нет, между прочим. Ну, сейчас, в принципе, и так все рвутся в санчасть. Там особенно выбора нема, я знаю. А что делать? Перегинтуйте меня, да? Хорошо. Ну, а ты что собирал? А ты раздал твои пробки, да? Да. Где он учился? А, учился. Не, заучился я как-то. Заучился. У меня широкий профиль. Я 9 лет учился. На кого? Ну, я не помню. Я каждый год на разные специальности. Слушайте, с ума сойти. Меня одна кафедра дольше года не удерживала. Хорошо. Ну, и последний, наверное, вопрос. Скажите, что вы хотите добиться в музыке? Знаешь, хотелось бы выпускать такую продукцию, за которую не было бы стыдно, ну, скажем, за рубежом. Понимаешь? А тут не стыдно? Наконец-то бы появилась русская группа у нас в стране, которая удивила бы всех, весь мир. Была бы конкурентоспособна. Ну, не обязательно. Может быть, это будем не мы. Может, это будет... Главное, чтобы она появилась. Главное, да. Это процесс. К этому все идет. Должно быть так. Обязательно. Не, ну ты. Так должно не впустить до себя. Ну, мы же патриоты, правильно. На территорию. Не пустят. Да ладно. Я скажу, у вас это очень хорошее. Ну, неплохое, да. Я думаю, что... Все немного переделать будет. Супер. Да. Опять переделать? Обязательно. Хватит переделать. Обязательно. Хватит переделать. Ну, прекрасно. Я думаю, что наконец-то мы уже закончили нашу программу. И то количество писем, которое приходит в дискотеку «Авария», мы переродим все нашим прекрасным танцевальным гением. Вот. И я думаю, что никогда не будешь, значит, диджейским карликом, а будешь развиваться и будешь стремиться к большому смысле искусству. Я благодарю пацанов за такую прекрасную встречу. Мы с вами прощаемся. И на прощание, естественно, группа «Дискотека Авария» пожелаю вам что-нибудь хорошее. По очереди можно. Куда говорить? Вот туда. Он, мальчиком. Обращаемся к вам, дорогие телезрители. Счастья, любви, удачи и как можно веселее встретите весну. Она уже не за горами, она уже идет. Она уже здесь, за окном. Любите друг друга. У меня такое странное немного пожелание будет в связи с нашими подарками. Водку мы бы, значит, принесли. Я желаю всем поменьше пить. Бросайте это дело, черт возьми. Это не нужно. Пассажиры вы мои дорогие. Давайте будем жить сами. И давать жить другим. Браво! Вы знаете, я немножко тупа в молодежной музыке, но не настолько, чтобы не понимать, что эта группа очень талантливая и интересная. И дай бог им всего-всего-всего. Три точки. Сейчас мы прощаемся, до наступной встречи. Пока. Поклопотим, смотрим в милингер, пацаны. Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон